Мир помнит, как 11 марта 2011 года мощное землетрясение потрясло Японию и вызвало цунами, которое обрушилось на восточное побережье страны, разрушая дома и коммуникации, унося жизни сотен тысяч человек. Эта катастрофа стала крупнейшей со времен Чернобыля и показала, насколько уязвима система безопасности на японских атомных станциях. А впоследствии аварии на атомной электростанции «Фукусима» скопились миллионы литров радиоактивной воды. Невозможно предсказать, как радиация уже в ближайшие годы повлияет на экосистемы. Вот в водах «Фукусимы», которые нужно поочистить, концентрация этих радиоуклидов не превышает 10 минус 6 мм на литр. Но это очень маленькие количества. Но памятая о вот этой опасности, что она может накапливаться, то, в принципе, проблема, конечно, огромная. Американские и российские учёные из Техасского университета и Казанского федерального во главе с профессорами Джеймсом Туром и Айратом Демиевым предложили свой вариант решения проблемы. Фильтры на основе углерода, очищающего воду от радиоуклидов. Мы решили приготовить сорбент, который бы эффективно сорбировал, удалял из воды радиоуклииды. А радиоуклииды – это что? Это положительно заряженные катионы металлов. И ещё наша задача была сохранить вот этот углерод в такой, в гранулярном таком состоянии, чтобы он не распадался на отдельные листы, на маленькие частицы. Основа фильтров – модифицированный углеродный материал. Его получают путём обработки существующих углеродных частиц окисляющими химическими веществами. Такая обработка значительно увеличивает площадь их поверхности и добавляет в их структуру молекулу кислорода. Для этого используются два продукта на основе углерода с пористой структурой. Фильтры уже имеют свои названия – цесил и шунгит. Первый используется при добыче нефти в качестве ингредиента буровых растворов. Второй шунгит – это горная порода, по своему составу занимающая промежуточное положение между андроцитом и графитом. Большие скопления шунгита встречаются именно в России. В нашем случае мы взяли такую простую вещь, как шунгит. Его в Карелии очень много, прям там месторождение, чуть ли не весь мировой запас. И потом простейшим способом мы его обрабатываем. Обрабатываем, как это порошок, его можно сформировать и в таблетке, и в колонку забить, уплотнить и, пожалуйста, пропускай через него воду. В ходе лабораторных испытаний ЦСИЛ уже показал высокую эффективность при поглощении радиоактивных катионов цезия, эстронция и загрязненной воды. Именно они стали основными источниками заражения воды на фукусиме. Но используемые фильтры отнюдь недолговечны. После поглощения ими радиоактивных катионов фильтры придется сжечь, а оставшаяся в небольшом количестве радиоактивная зола будет подлежать специальному захоронению. По мнению ученых, совсем скоро воду можно будет просто пропустить через новейшие фильтры, а после уже очищенную воду можно будет, не опасаясь, сбрасывать в океан. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова